Уважаемые коллеги, добрый вечер. Все уже друг к другу привыкли. Второй день мы здесь живем и работаем в замечательном музее, в замечательном городе, в замечательном полуострове в России. И я напоминаю вам, что перед списком участников форума в программке есть повестка дня именно этого заседания. Вы можете открыть более подробное, потому что в общей программе там просто написано, что это открытое заседание Ассоциации литературных музеев с СССР, а вот странички не набированы, но это перед участниками форума. Еще раз вам скажу, что там есть программа именно нашего заседания, и мы с СССР по традиции уже как сообщество управления это наше заседание проведем. И не только мы, конечно, здесь будут принимать участие и члены правления, и те, кто занимается изучением деятельности правления, не правления Ассоциации, но, конечно, все желающие тоже. Мы видим, что у нас вопросов довольно много, но мы постараемся очень оперативно, четко понять идти и посылать вам всем точные сигналы. Значит, я проинформировал весь мысль, и очень вас информируем о том, что вчера состоялось заседание президиума, в нашей управлении, воплощение нашей Ассоциации. И у нас из 15 голосов было 12, из которых один был делегирован от Лимбургского музея Александра Михайловича Рязанова. А в другом случае у нас был представитель музея Толстого, Лимбург, представляла Сергея Савченко Архангелова, то есть у нас был абсолютно форум. И, собственно, наше сегодняшнее заседание соответствует основным направлениям деятельности Ассоциации. Они напоминают следующее. Первое – информационное, которое разделяется на нескольких подпунктов. База данных по юбилеям второго ряда, по передвижным выставкам, по событиям, которые идут в наших музеях, и дальше возобновленные после небольшого прежива. Это информационное направление. Дальше у нас есть группы по направлениям работы, которые сформированы и не всегда работают, но это мы сегодня тоже кратко обсудим. Есть проблема от грантовой программы нашей Ассоциации, есть общая наша брендовая выставка, каждый год одна. Есть прием новых членов Ассоциации, с этого мы начнем. Есть выборные дела, от которых мы в этом году свободны, слава богу, согласно положениям, об ассоциации. Ну и в конце у нас есть еще одна специальная информация, вот это управление, которое мы вам озвучили. Значит, что касается первого пункта, к которому мы неведомо перепутим, то согласно положениям мы вчера решили, вот коллеги, как вы знаете, сегодня действующими членами Ассоциации 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 является у нас 48 музеев. И сегодня, по... Вчера эта ситуация была в направлении обсуждена, сегодня, я думаю, и для этого мы должны проголосовать. Мы решили, да, мы предлагаем решение правления утвердить, пополняются члены Ассоциации литературных музеев, мы пополняемся четырьмя музеями. Значит, это государственная литература, мемориальный музей-заповедника Николай Александровича Некрасова-Карабиха. Андрей Александрович здесь. Почему-то один из самых активных членов оказался формально не членом нашей Ассоциации. Тверской государственный объединенный музей. Есть кто-то от Тверского музея? Нет, но... На семинаре были, они подали заявку? Они на семинаре как раз подали заявку. Иркутский областной краеведческий музей и Воронежский областной литературный музей имени Никитина. Здесь, так что, я думаю, что мы должны поддержать и согласиться с решением правления. Поэтому мы являемся сегодня таким пополнением. Мы вчера еще обсуждали тему, связанную с какой-то активизацией, наверное, членства литературных музеев нашей Ассоциации. И пришли к такому мнению, что искусственно наращивать мы количество членов Ассоциации, наверное, не должны. Во всяком случае, это вопрос абсолютно добровольный каждого литературного музея. Мы открыты к сотрудничеству. Сотрудничество могут как члены Ассоциации, так и не члены Ассоциации. Ситуация не возбраняется. Но когда мы едины, когда мы вместе, эта тема неоднократно звучала уже на нашем третьем съезде, конечно, мы можем сделать гораздо больше, чем просто, что называется, общаясь друг с другом. Ну и, наверное, я сейчас плавно... Я скажу, если можно. Еще раз напомню, что мы не являемся юрлицом, мы секция Союза музеев, поэтому предельно демократичный у нас, уведомительный алгоритм пополнения рядов. Все члены Ассоциации музеев могут по заявлению стать членом Ассоциации. Поэтому мы не голосуем. Если только нет каких-то правлений, если только нет каких-то особых возражений, но в этом случае их быть не может. Здесь все известные и замечательные. По второму вопросу... Да, и я сразу перейду, наверное, к рассказу и информации о нашем первом совместном проекте, который в этом году был реализован в рамках работы Ассоциации литературных музеев. Этот проект, который был заявлен, я повторяюсь немножечко, в первый день я говорил об этом, был заявлен два года назад. Тема писателей «Огодники и рыболовы» и название «Ружьем и лирой» возникла не случайно. Мы раздумывали о том, как и чем объединить писателей, юбилеи которых в самое ближайшее время, начиная с 2018 года, начиная с юбилея Ивана Сергеевича, у него грядут. И нам удалось это сделать, и нам удалось это сделать достаточно, как мне кажется, успешно. Ну, во-первых, хочу вам сказать, что беспрецедентный случай, когда в этом выставочном проекте приняло участие 23 музея и два частных эмоционера. Экспонировалась выставка 22 августа, и вот закрылась она вчера, и, так сказать, продолжается демонтаж. И что самое главное, и что самое, наверное, ценное в таких проектах, то, что она не завершилась, она продолжается, она переезжает в Ростов-на-Дону, в музейно-культурный центр «Шолохов-центр» музея-заповедника Михаила Александровича Шолохова-Вешенская. И 15 декабря она открывается в пространстве музея Шолохова в Ростове, что, конечно, очень важно. И что хочу сказать еще, мы будем обсуждать тему, связанную с такого рода межмузейными проектами, конечно, на виду с тем, что мы придумаем, будем реализовывать. Вот тема, так сказать, продвижения выставки, она не менее важна тем, чем тема ее создания, тема ее сбора и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, коллеги, вот на эту тему тоже надо много говорить. Честно, я вам скажу, предполагалось, что мы ее продолжим, но вот не нашлось возможности в Петербурге. Сергей Михайлович Некрасов очень хотел это сделать, но вот не получилось, может быть, каким-то образом он ее трансформирует и к юбилею Некрасову уже вот такие есть мысли представит. Но во всяком случае то, что она продолжается в Ростове, это во всех отношениях великолепно. Значит, на выставке было представлено 567 предметов из 20, я еще раз повторюсь, 23. А сколько из них членов ассоциации? Значит, я могу перечислить, давайте все, что помнят, значит, кто является членом ассоциации. Значит, посетила выставку без воскресенья, честно вам скажу, вот воскресенье мы еще не посчитали, 14 тысяч человек, это очень хорошая цифра. Значит, ну и был листом каталог, как вы знаете, потому что это тоже пример очень хорошего сотрудничества, потому что, так сказать, на каталог средств у нас не было, а мы именно были с Андреем Петровичем. наш музей, музей Далия, литературный музей, был как раз вот соучредитивен в этой выставке, так сказать, средств на каталог не было, и благодаря тому, что, так сказать, каждый из вас мы вложились, наш музей вложился на этот каталог, из них в бюджетных средств, значит, и благодаря тому, чтобы каждый из участников взял какую-то часть тиража, в общем, мы вышли на какой-то, так сказать, хороший результат, с тем, чтобы, как говорят, извините за такое выражение, обидеть эти средства. Значит, итак, двадцатый музей. Музей Пушкина, так сказать, где и проходила, собственно, эта выставка, так сказать, Государственный литературный музей, музей Российской литературной имени Далия, Орловский объединенный государственный литературный музей Достоевского, государственный историк и литературный музей Заповедник Пушкина, Московская область, государственный литературный мемориальный музей Заповедник Карабика, Брянский государственный краеведческий музей, библиотека читания Тургенева, Москва, государственный Таравиновский музей, так сказать, просто вот, блестящие вещи они для нас представили, без них наша выставка была бы просто, вот, во всём точно не была такой яркой и эффектной. Им особое спасибо. Музей Московский литературный музей Центра Густовского, государственный музей Федина, ассоциация Росохот Рыболов Союз, специально тоже приняли достаточно активное участие в нашей работе, Всероссийский музей Пушкина, Государственная публичная историческая библиотека России, Государственный музей Заповедника Абрамцева, Государственный природный музей Заповедника Островского-Щелыкова, Государственный музей Толстого, Новгородский государственный объединённый музей Заповедника Мемориальной природы, Музей и садьба Рима Николаевича Толстого, Ясная Поляна, РГБ, Библиотека, Пушкинский дом, Академия наук, вот 23 музея, на самом деле, такого никогда не было. Ну и что, я позволю себе, чтобы не сильно ваше внимание все-таки так вот отрывать, продвижаться вот так вот по стендам. Вы знаете, наши выставочные залы в цокольном этаже, там 600 квадратных метров, они очень неплохие, но они достаточно своеобразные. И вот это вот деление, значит, нишами позволило нам, так сказать, рассказать об охотниках и баловых наших русских писателей, вот в варианте. Мы начинали с Средиаковского и Сумарокова, и с Державина, поскольку именно их первые произведения явились, и их увлечение охотой явилось началом охотничьей темы русской литературы. Вслед за нашими классиками XVIII века, конечно, прозвучала пушкинская тема тема, что, естественно, это не бесплатно. Пушкинская тема, как вам известно, Пушкин не был охотником, но свои гениальные произведения, конечно, он посвятил... Так, следующий, еще дальше... Так, следующий... Вот. Ага. Вот сюда. Справа. Вот. 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 Вот такая инсталляция. Мы рассказывали конкретно о вкладе писателей в эту тему. Ну и, естественно, совершенно такая вот... В нашей инсталляции помогали нам рассказывать о времена года, собственно, в которых происходит охота в России. Значит, ряд изобразительных по стене — это сцены охоты, это произведения живописи, писательного искусства, графики как раз на обручную тему. Давайте продолжаем листать. Так, еще раз, еще раз, еще раз. Так, это у нас тема, посвященная Некрасову, кабинет. Благодаря нашим партнерам мы смогли сделать... Такое вот представить кабинет писателя Некрасова, который по воспоминаниям Людменикова представлял себя им в таком виде, в такой форме интерьер. Пожалуйста, задачу ставим. Это, значит, второй зал. Два писателя — Тургенева и Евгений Николаевич Толстой, с прекрасными коллекциями, которые предоставили из Спаскова, из Авла, из музея Толстого и из Яснополяна. Следующий слайд. Вот Евгений Николаевич у нас. Так, это тот же зал Толстой Тургенева. Так, а вот в этом зале, здесь писатели конца 19-го, начала 20-го века, здесь и Куприн, здесь и Бунин, здесь и Островский, здесь и Чехов, здесь... И, конечно, здесь 20-й век, это и Шелоков, это и Паустовский, да, вот эти, это и Тересталиев. Это вот прекрасная, прекрасная инсталляция, посвященная рыболовству, с мемориальным креслом Александра Николаевича Островского и Щелыкова, с прекрасной работой из литературного музея Майкова. Это деталляция из уникальной мемориальной вещания Михаила Александровича Шелокова. Пожалуйста, следующий слайд. Вот она. Ну все, да. Спасибо большое. Значит, коллеги, поэтому огромная, огромная благодарность. Ну, мне кажется, что проект во всех отношениях удался. Это произошло благодаря, так сказать, нашим общим усилиям. Ну, дай Бог, чтобы мы продолжали так же, какие проекты последуют в дальнейшем. Я думаю, что мы об этом как раз поговорим. Ну, и в заключение я бы хотел вручить каталог Александру Алексеевичу Титаренко, здесь он вернулся или нет, или... А где? А, вот. Да, да, да. Лина, пожалуйста. Тем более, что здесь как раз материалы о Чехове, из фондов литературного музея, которые тоже вам помогут. Поэтому спасибо большое. Если есть вопросы, пожалуйста. Спасибо, Евгений Николаевич. Будем двигаться дальше. Вот в старое время на этом европейском эсперанто-гранте есть такие слова, как диссеминация, мультиплицирование. Вы помните, да? Ну, как бы вот доступ может из региона транслироваться, и у нас как раз наша сеть имеет такие центры. Сейчас в Президиуме Кома очень много инициатив исходит от Владивостокского музея Арсеньева, да? И это очень важно, потому что с Востока-то у нас не очень доезжают коллеги, по разным причинам, мы это прекрасно знаем. И одним из таких центров как раз является уже многократно сегодня упоминавшийся Шолохов-центр. В Ростове, там и «Четыре жизни Чехова» мы упоминали, и вот сейчас тоже говорим про это. Вот поэтому Александру мы попросим кратко рассказать о... А где она? Да, пожалуйста. Я вам стульчик приготовил, чтобы вы... Организационная института. Поповедать мне можно смотреть, что там у нас. Спасибо большое. На прошлом совещании директоров в июне месяце в Абрамово мы решили организовать в 2018 году проект под таким рабочим названием, «Кабинет писателей». Значит, Государственного музея-заповедника Шолохова сделала на себя такую ношу, как разработка концепции этой выставки, как организационная работа. Мы берем на себя изготовление, то есть фотосъемка будет, уже проводится нашим фотохудожником, заслуженным работником культуры Российской Федерации, как пудриком Кишиньяном. И мы берем на себя изготовление фотоувеличений. И вот всего этого замечательного проекта, работа над которым уже началась. Мы должны просто отключить, Миша. Нами были, после того, как родилось уже представление о том, как будет выглядеть этот проект, я хочу сразу сказать, что это, безусловно, не будет межмузейный проект, как у Евгения Анатольевича. Когда это были собрания музея, музейные предметы, это фото-выставка. То есть мы для себя избрали такой путь, как представление кабинета писателей именно фотоизображения. Потому что, ну, сложно собрать такие объемные, габаритные предметы, тем более, что это будет буквально, ну, разорение, стул, кресло писателя. И, возможно, это не нужно. Значит, мы разослали наше предложение музеям. Значит, в определенный период 26 музеев откликнулись на наше предложение. Сейчас в проекте остается 21 музей. Потому что по финансовым соображениям несколько музеев не смогли принять участие и продолжить работу. Потому что мы просим буквально компенсировать нам переезд нашего сотрудника от музея в музей. И это буквально, понимаете, мы не хотим заработать денег. Мы никакая не коммерческая организация. Но просто вот расходы по переездке в проживание, билеты и пребывание в месте назначения. Но для нас, мы тоже уже предварительная организация. И также у нас определенные финансовые сложности. Мы не можем себе позволить в полном объеме заплатить за всех. Значит, мы поделили весь этот процесс на три этапа. Так называемый, мы его для себя называли, питерский этап. Он уже завершен. Фотографии, наверное, в музее участники проекта отсняты. И буквально четверг-пятницу Карл Переборич в электронном виде уже направит в музей фотографии для выбора и согласования тех фотографий, которые примут участие в проекте. Московский этап у нас тоже завершился. Буквально вот в этом году. Подмосковье. Да, Москва и Подмосковье. Мы его так называем Московский. И после Нового года сразу у нас стартует региональный, так скажем, региональный этап. Но это очень широкая география. Это Калужская область, это Рязанская область, Пензенская, Тарханы. Это Самара, Саратов, Нижний Новгород, Костромская область, Крым, присоединившийся к нам. И, ну вот, возможно, сейчас мы со Светланой Анатольевной обсуждаем. Мы еще хотим в Воронеж, да, еще в Воронеж, да. Простите. Орел. Орел-то я собрала. Да, 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 да. Вот, поэтому география очень-очень обширная. Я думаю, что мы все успеем. Значит, сейчас в нашем понимании это по четыре фотоизображения от каждого музея. Немножко хотим расширить не только кабинет писателя, но, возможно, как рабочее название «Кабинет писателя» и «Мир писателя», потому что для многих, тем более усадебного типа музеей, конечно, важно показать природу. Потому что для писателя, безусловно, мир, который его окружал, это тоже творческая лаборатория, где он размышлял о судьбах своих героев, где он думал, творил. Вот, поэтому в каких-то музеях, может быть, это будет два интерьера, два экстерьера, где-то, может быть, там один-три, но это, безусловно, на ваше усмотрение, потому что лучше, чем вы эту тему не знает никто. Сейчас уже верстается нами график экспонирования. То есть после того, как завершится этап фотографирования, и мы согласуем с вами все именно те изображения, которые будут представлены в этом проекте, после этого начнется печать, и мы думаем, что в наших планах к апрелю месяцу запустить этот проект уже в действие. Договорим на связи с Сергеем Александровичем Архангелом, что проект стартует в Государственном музее Ильва Николаевича Толстопова в Москве, и потом начнем свое движение по Подмосковью. График уже, в принципе, на 2018 год практически сформирован. То есть он на Галле? В Москве будет еще у всех только размышления по поводу плана выставок, поэтому ждем ваших предложений, когда вы можете этот выставочный проект забрать к себе. Где-то, ну вот по опыту уже 2018 года, месяц-месяц небольшим музеи планируют у себя этот проект показывать. Сейчас, так как это для нас облегчение, так как это не музейные предметы, мы планируем включить в соглашение, чтобы нашему сотруднику не приходилось каждый месяц куда-то выезжать и передавать предметы, что с нашей стороны, как куратора, мы просто в электронном виде обмениваемся подписанием документов, а музей принимающий, ну, в смысле экспонирующий, передает следующему музею просто по акту, ну, там, прием-передачи, да, между собой. Ну, единственное, конечно, с фиксацией заправленности. Спецтранспорта не нужно, да, то есть это такая история, да, да, да. Поезд привезли. На машине, ну, в общем, кому как удобно. И, пожалуйста, вот это вот тоже время перемещения от музея в музей, ну, тоже самостоятельно. Это не такие транспортные расходы, я имею в виду, что, я думаю, что это будет тоже посильная ноша. Мы готовы заключить еще лицензионные договоры на предоставление фотоизображения, потому что я понимаю, что это музейные предметы, которые Государственный фонд Российской Федерации нам обязаны друг с другом заключить. Единственное, безусловно, конечно, на безвозмездной основе друг для друга, потому что если мы в рамках ассоциации еще будем какие-то финансовые вопросы предоставить. И еще ждем, безусловно, текстов от вас для того, чтобы сформировать, я имею в виду, текстовый блок сопровождения этой экскурсии. Ну, или нет, может быть, экскурсионная, потому что это же большое сообщество музеев, аннотации, да-да-да. Сами про себя. Да, каждый музей, когда вы увидите изображение, вам просто будет понятнее видение нашего художника. Но он, конечно, просто счастлив, Карл Григорьевич, потому что он, как человек творческий, уже всю эту линейку видит, она у него выстроилась очень четко. Один маленький вопрос. Предполагается ли какой-то печатный буклет для посетителей, не для нас, а для посетителей? Мы размышляли об этом, но, безусловно, для того, чтобы создать буклет, нужны тексты. То есть, если будут тексты, то собрать это не будет. А давайте просто сроки вам собрать. Это как фотоальбом будет шоу. Потому что фотографии будут, все это собрать. Но все равно небольшие аннотации, небольшие тексты. Потому что я думаю, что большие тексты, но это и затратная будет история, просто небольшая, какая-то анносационная, маленькая статья и фотографии. Я думаю, что… Скорее, но вот как редактор, я скажу, что, наверное, лучше установить сроки и модель, структуру, чтобы они сопоставимы были. Вы входите, уникальные возможности. Как работали 23 разных писателей, ну, грубо говоря, лет 20. Это никогда не было. Но нужно установить структуру того текста, который мы от вас… То есть мы, коллеги из Ростова, мы все друг от друга ждем. Вот и все. Чтобы читать можно. Ну, так сказать, спасибо, Оля. Я что хотел еще предложить, в том числе и задав вопрос. В конце концов, это может быть и в электронном виде уже подобранный проект, ну, в смысле, сверстная история, который каждый из музеев в том или ином виде, или в каком-нибудь раскладушке, или в каком-нибудь вот таком вот… Хоть на сайт пойдет. Да, хоть на сайт пойдет. Я думаю, что, как только вот стартует проект в ГМТ, и мы его посмотрим, мне кажется, было бы правильнее, может быть, предложить Россотрудничеству русским домам, скажем, евро… хотя бы… и не только, я думаю, европейских стран. Потому что это может быть просто вот один из самых ярких, так сказать, проектов, рассказывающих о нашей, так сказать, о нашей литературе, о нашей России. Да, это было бы замечательно. Для нас есть опыт сотрудничества, вот в этом году мы были в Дели, в Индии, в нашем российском центре. Но для меня было открытием, что в Индии так любят, ценят Шелухова. А когда я представляю, если мы привезем сообщество в литературе… Свет русской литературы, что может быть еще больше? Так что вот как такое предложение, это я думаю… Ну, это перспективы нашего проекта. Безусловно, и, по-моему, это может быть очень качественный фотоальбом. Потому что это профессиональная работа фотокультурника. Мы сейчас делаем для выставки что-то первоначальное, но потом это может быть прекрасная, роскошная книга. Тем более, что мы выбираем для выставки именно четыре изображения, потому что мы ограничены. Да, я забыла сказать, это будет два изображения 110 на 90, по-моему, то есть большие, и два поменьше… Сейчас мне тут Карл Григорьевич написал… Так, 88 на 65, вот. И ориентировочная длина, необходимая для развески, для фотоальбищения, где-то 120 метров. Это выставка. Да, да, да. А я имею в виду, что для книги фотографий будет значительно больше, поэтому тоже можем выбирать, и может получиться очень шикарно. А то, что касается Россотрудничества, почему вот мое предложение, оно рассчитано на будущее? Вот сейчас вопрос руководства Россотрудничества висит в воздухе. С января должен быть назначен новый руководитель, который, я думаю, оценит и поймет значимость этого проекта. И я думаю, что представующая и какая-то финансовая составляющая с их стороны тоже должна быть… У меня просто предложение есть еще добавить к выставку о образцах значительных почерков. Дело в том, что у нас была выставка Гри Николая, Чернышевский, Микасов и Добролюбов. И там были как раз образцы из пистолярных почерков. Как они подчеркивают… Александр, технически сложно. Еще раз же не пошлешь человека, понимаете? Нет, это просто прислать саны. Ну, знаете, прислать саны, мы подумаем. Я под предложение. Да. А может быть, хотя бы подпись. Я не знаю. Чтобы это было сделано в одинаковой технике, мы же понимаем. Вы имеете в виду этикетаж сделать по подписью или же? Нет, на простой подписью. Автограф. Тамара Михайлович. У меня вот какой-то вопрос. Возможно ли будет использовать фотографии… Вот сейчас, Валенька, Вы говорили о том, что природа будет включена. Будет ли возможность использовать фотографии, имеющиеся в архиве музея? Потому что природная… Природа, она не живет. Когда… И разным времен года, которые наиболее яркие… Я просто… Я просто… Вот фотографы, наверное… Я поняла вопрос. Да. Дело в том, что, может быть, он будет вытянуть вот эти фотографии, которые будут творить… Но дело в том, что… Да. Вот это, скажем, авторский проект. Но, кстати, у Карла Григорьевича очень много отснято материала под Арханом. Не только вот в тот момент, когда он сейчас приехал. Не только до этого. Поэтому, может быть, в его работах что-то найдете. Еще раз. Вот приходит к нам выставка. В каком она везде приходит? Это отдельные фотографии или уже смонтированные по каждому музею? Это все будет? Или мы сами должны? Это, да. Это будет фотоувеличение качественное на пенокартоне. То есть уже полностью заламинированное. То есть так, как оно должно уже готовое к экспонированию. То есть повесить только на гвоздь. Это все нужно. Нет, ну не исключено, что музей могут поместить это, например, в интерьере, где уже есть кабинет собственного героя. К примеру. Масса может быть вариантов. Да. Здесь масса может быть вариантов. Да. Поверьте мне. Безусловно. Это вообще, я прошу прощения, Оль, это же, это может выставка каким-то образом в интерьер экспозиции мемориальной войти. В этом тоже не будет ничего страшного. Но каждый из вас уже волен творить и включать его. У нас единственное условие, чтобы выставка в полном объеме перемещалась от музея к музею. А в принципе, я понимаю, что каждый музей под себя ее будет адаптировать, исходя из площадей, которые у него есть. Помещение и все. Может быть, кто-то сможет эти 88 работ разместить, а кто-то возьмет там по две-три картины, ну, фотокартины только сможет. Конечно. Но путешествие, вот, пожалуйста, вот как она сформирована, как будет она прописана фотохудожникам, я имею в виду, чтобы она в полном этом объеме и путешествовала от музея. Ну, 88 и, наверное, еще по этой аннотации. Да, да, да. То есть где-то на 90. Ну, важно, что она будет, эта выставка существует с вариациями. Не уверен, что все как-то легко ее введут в экспозицию, но в выставочных залах масса вариантов. И проект даже неожиданно получился страшный от животных. Да, и она будет кататься, я думаю, несколько лет. И это очень любопытно. Надеемся. Так что Ольге Александровне и нашим уважаемым коллеге-потографу огромное спасибо. И если нет вопросов больше, то тогда мы идем дальше, коллеги. Спасибо еще раз Ольге Александровне. Идем дальше, наверное, к нашему четвертому вопросу. Ну, давай-ка на самом деле. Я не буду предварять. Как раз одной плавно перетекает один вопрос, другой вопрос. И вот Дмитрий Петрович как раз расскажет о четвертом вопросе. Он говорил о перспективных вам приоритетных выставок Ассоциации на 5 лет. Мы его также вчера очень горячо обсуждали на правлении. Есть уже такое коллективное мнение, предложение, которое Дмитрий Петрович как раз готов рассказать. Ага, спасибо, Дмитрий Петрович. Значит, ну, действительно горячее было обсуждение. И чем дальше мы идем, тем видим, что вот Ассоциация наша очень живая. Мы уже стали планировать там 21 год, как мы вдруг себя поймали. Смотрите, какая история. У нас есть предложение из разных музеев. Если вы подборите, мы не будем всем давать слово, чтобы каждый о своем рассказывал, иначе это затянется. Но вот мне хотелось бы начать с того проекта, который мы сочли, ну, в общем-то, наверное, самым близким и конструктивным по реализации после кабинетов. То есть кабинеты 2018 год, а это условно 2019 год. Тут такая ситуация. Это выставка писателей мода. Она придумана не нами. В общем, такие проекты у нас были. И если позволять вот об этом чуть подробнее скажем, а потом я просто в режиме впечатления скажу о других. И здесь ситуация особая, потому что вот в Ясной Поляне уже есть такой проект. И насколько Катина Александровна говорила нам, что это точно состоится таки в 2018 годе. Может быть, Катина Александровна расскажет. В 2018 году Ясная Поляна, а потом мы туда добавим Своя. Да, спасибо большое. Дорогие коллеги, да, действительно, для нас следующий год, он очень важный год. В следующем году будет 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого. И, конечно же, все толстовские музеи думают, каким образом мы будем отмечать эту замечательную дату. И, конечно же, мы планируем много разных мероприятий. В этот момент у нас сейчас заканчивается строительство наших объектов. Это фестивальный центр, это фондохранилище. То есть у нас будет такое открытие серьезных важных для нас объектов. У нас проходит театральный фестиваль, который будет проходить тоже очень ярко и замечательно. В этот год у нас пройдет премьера фильма Авдотьи Смирновой, который и снимался в Ясной Поляне. И она хотела бы тоже приурочить к сентябрю, 190-летию со дня рождения Льва Николаевича Толстого. Мы понимаем, что Толстой такая многогранная фигура. Это и театр, это и кинематограф, конечно же, литература, философия. Обо всем будем говорить. Будут музыканты, будет играть оркестр, будет фортепиано. То есть все, чем увлекался Льва Николаевича Толстой. И, конечно же, мы не можем пройти мимо выставочных проектов. Мы подумали, что хотелось бы посмотреть на Толстого с другой стороны. Хотелось бы посмотреть на Толстого со стороны того, какая была его жизнь, его стиль, его манера одеваться. Тем более, что наши фонды очень богаты. И в них хранится много предметов, относящихся к разным периодам жизни Льва Николаевича Толстого, которые очень ярко и хорошо характеризуют его. То есть в молодости, в юности, это блистательный аристократ, это камильфо, это человек, который увлечен модой, который следует всем новым веяниям моды. Затем, женившись, переехав в Ясную Поляну и понимая серьезность жизни в усадьбе, он, конечно же, в усадьбе использует удобную одежду. Этому же учит Софья Андреевна Толстую, которая приехала в кринолинах и в невероятных модных платьев. Он этому ее учит. И тогда у него существует такой стандарт одежды, что в деревне у него одежда, которая ему удобна, которая действительно подходит к этому месту. И в городе он носит одежду, которая соответствует этому положению и его положению вообще. Затем, в 80-е годы у него случается его духовное перерождение. Стиль в одежде его меняется. Софья Андреевна начинает шить ему рубахи, шапочки. И мы понимаем, что меняется его духовное соответствие, духовная составляющая. И, конечно же, с одной стороны, мы видим вот это обращение, его простоту. А с другой стороны, мы находим фондок, то, что у него, как это сейчас говорит молодежь, его вещи с лейблами и с ярлыками ведущих европейских, английских фирм. У него прорезиненный английский плащ, у него какие-то невероятные канадские валенки, макроступы, у него невероятные письменные принадлежности. И мы понимаем, что вот следить за тем, как он, трансформация его отношения к одежде, его стиль, и мы видим тем самым его жизнь. И, конечно же, здесь очень важно отметить, что при всем том, что менялся стиль его одежды, никогда не менялась его манера жить. Он всегда оставался до конца своих дней утонченным аристократом, человеком чести, у которого особое отношение было, чести к окружающим и уважение его к тем людям, которые рядом с ним. И, конечно же, Толстой, он, наверное, не был законодательной модой, но отчасти и он повлиял на современную моду, потому что он предвосхитил демократичную одежду, он предвосхитил вот то, чем сейчас увлечена наша молодежь. И, конечно же, мы говорим о том, что Толстовка, она вошла в жизнь не только нашу, но и в жизнь современной молодежи. И именно поэтому, когда мы занимались этой темой, мы поняли, что в принципе в фондах каждого музея есть вещи, которые действительно подчеркивают индивидуальность каждого писателя. И в фондах каждого музея найдется что-то, за что можно зацепиться. И поэтому, сделав выставку в 2018 году «Толстой и мода», я считаю, что мы все вместе могли бы трансформировать эту выставку в такую наш межмузейный проект по типу, как это было, так сказать, развещённой охоте и рыбалке. Мы будем говорить о писателях и о моде, и о стиле, и о манере. Вот такое наше предложение. А если вы согласны, то мы готовы сотрудничать и работать вместе. Спасибо. Приглашаем всех сотрудничать. Спасибо. Насалья Михайловна, пожалуйста. Я хочу добавить буквально два слова. Я думаю, что к этому проекту, когда он будет межмузейным, можно подключить не только наши коллекции, но и, допустим, того же Сашу Васильеву, это была огромнейшая коллекция. Извините, я просто немножко об этом не договорила. Конечно, уже сейчас на этом этапе мы говорим. И у нас Эвелина Хромченко, Саша Васильев, искусствоведы от моды, журналы, офиснее. Не только мудеи, они все уже сейчас встречаются в нашем подъеме. И многие бренды, которые действительно сейчас ещё есть, например, какой-то Карандаш Кохинор, чьи-то говорят, у Толстого Кохинор мы хотим участвовать. И тут будут господа спонсораты. В это я никогда не верю, но всегда хочется надеяться. А вдруг появится? Поэтому многие европейские бренды, все действительно заинтересовались этим. И мы этот проект просто не хотим сделать его проходным. Мы хотим, чтобы это прозвучало ярко. Но я люблю широкие мазки и на весь мир. Браво. Спасибо большое. Это очень потрясающий проект. Потому что мы, например, давно думали об этом. И даже по некой демонстрации мод на фоне, возможно, по лучшему скорей есть. Это очень располагающе, можно сказать. Но вы несколько раз повторили слово, о котором, в принципе, у меня сказали. Может быть, все-таки писатель и стиль, а не мода. Потому что мода – это подразумевает все-таки отношение писателя к моде, которая законодательная. А вот стиль… Подумаем. Я думаю, что это уже знание героя. Да. Мне кажется, это в месяц. Да. Давайте подумаем. Но спасибо. Я чувствую, что вы уже в нашем проекте. Спасибо. Спасибо, Екатерина Александровна, огромное. Спасибо. Спасибо, коллега, за внимание. Большое, прекрасное. Ну, в общем, одним словом, все в ясную поляну. В будущем году смотреть, как это будет там. А потом мы все добавим. Стих не думаем, что лучший. Потому что стиль – это человек. Это непонятно, какой стиль художественный. Ну, подумаем. Подумаем. Стиль жизни. Да? Не только одежда. Средна требований письменной. Следующий проект. Хорошо. Значит, коллеги, я рад, что это все вызвало интерес. Мы вчера тоже направление также живое обсуждали. Сейчас я в порядке перечисления очень быстро перечислю еще проекты, которые у нас, ну, так сказать, на рассмотрении. Значит, вот, мне кажется, важный проект, который мы назвали очень условно пока, такого названия не будет. Ну, как бы, хобби писателей. Да, их занятие в жизни. Писатель, как человек. У нас юбилей на Ситовый след музея была посвящена, отдельные залы были посвящены писателю, путешествующему, фотографирующему, умирающему, прошу прощения, и так далее, и так далее. Вот мы думаем об этом всерьез. У нас будет выставка писателей, фотографирующих от самых истоков и до, грубо говоря, Андрея Геласова и так далее, современных. Вот это любопытная история, тоже большая и важная. Еще один важный проект. В 2020 году, мы думаем, к столетию учреждения музейного дела в СССР. Очень важная дата, и мы тоже уверены, что каждый музей может сюда что-то вложить. Это еще и соотносится с энциклопедии литературных музеев, которые у нас в статье готовы, рапортую вам в одной фразе, на две трети. На две трети. Трудность музеологии у нас есть, сейчас не будем про это говорить, но не помещаются те части статьи, которые посвящены истории наших музеев. А это иногда драмы, иногда трагедии, а иногда другой жанр, но все равно это очень важная вещь, история каждого музея. И давайте попробуем подумать о том, чтобы вот к этому году понять как в 2020 году, как соединялись две инициативы. Вот здесь создаются снизу, мы знаем, общественные инициативы, наследники становятся вот такими хранителями де-факто, и сверху, то есть принимаются какие-то законодательные решения в советском государстве. Вот что происходило в 2020 году, даже если еще не было какого-то музея, что было на этом месте, что было в этом доме, это может быть страшно любопытная история, имеющая и научную составляющую. Кстати, в скобках скажу и напомню, что наша ассоциация устраивает три мероприятия, вот как мы помним, при интермузеях, при семинаре директоров и при форуме. Ну вот сама она по себе не заседает, это было бы странно, бюрократически слишком. Но вот при этих трех событиях мы проводим заседание ассоциаций. И следующее у нас ближайшее – это интермузей. И мы как раз думаем там провести конференцию научную, как раз по истории наших музеев, подготовить какие-то выступления, фотографии, документы, не для экспозиции, а просто для презентации в Power Point, рассказывающие о том, как наш музей составляет, формировается. Это будет и вклад в антиклопедию литературных музеев, а может быть движение вот к этому 2020 году, потому что это может быть тоже выставка такого государственного масштаба. Что еще? Литературные герои на страницах школьных учебников. Мне очень нравятся писатели двоечники, писатели-отличники. Страшно любопытно. Где Достоевского предложил, кстати, тоже. Мы всем очень-очень много говорили. Я думаю, что просто надо еще… Просьба, так сказать, вы же предложили, да? Питерский музей, я так понимаю. Да-да-да. Достоевский там. А, где они? А, да-да-да-да. Как учились писатели. У нас была такая мысль. Тема очень интересная. Расширьте ее. Дайте нам для обсуждения на следующую какую-то… Ну, да. Потому что, собственно, все от Пушкина. И мы это с вами не разгозываем. Об этом в нашей экспозиции. Как не может быть? Ну, здесь есть еще такой поворот не научный, да? Не просто очень зримый и веселый, а научный поворот. Как становились писателями, собственно? У Евгения Анатольевича была года четыре назад выставка про дебюты писателей. Это страшно и любопытно. Как становиться писателями? Вдруг Ганский и Гартон, это у Гоголя «Мечты и звуки» и Некрасова. Как так получается? Ведь на писателях не учили вроде как-то. И сейчас учат в институте, а они все оттуда исходят. Как это выходит? В общем, это... Потому что это все привождалось с тем, что там были показаны рубки из разных писателей. Да? Да, да, да. Это страшно завлекательная тема. Отличником был Топатургенев, как мы выяснили. Кто пересдавал экзамен на кандидата по требованию матушки. Матушка Варварда Петровна была строга, как известно. И Арман Тургенев был тоже отличником. Но это уже в университете или в школе по песне по папушке? Нет. В Ансионе. В Ансионе. Столько пульсионных. Вот видите, как все снигнулись. Они приподнимаются. А Фёдор Михайлович начертил крепость без ворот, вроде, да? Как-то он... Интересная тема приватная. Писатели, друзья наши не учат. Да, животные. Но, кстати, Солженицын тоже отличник. Я подумал, он соотрывает, что... Солженицын тоже отличник. Хорошо. Это интересная тема. И вот пока вроде бы все. Кроме того, мы думаем, что внутри нашей ассоциации должны продолжать работать группы писателей, группы музеев по великим писателям. Они работают. Но, возможно, выступить с общим. Пульковских музеев. Чеховских и Лероновских серебряного века. И так далее. Цветаевских. Цветаевских, да. Таких не очень металл. Я пропустила. А литератор рисуешь. Фотографируешь. Это все там. Это все хобия. Все их занятия. Это хобия. А если профессионально, а Лермонтов, разве это хобия? Что? Нет. Слова хобия там не будет. Это достаточно. Слова хобия там не будет. Виталия Михайловна. Просто сфотографирующие там. Коллеги. Потому что очень много. Друзья. Мы здесь тоже можем сильно запутаться. Потому что, ну а какие-то писатели или любили музыку, или... Что для кого было главным, а чтобы... А какой бы не был прекрасный Лермонтов художник он для нас, прежде всего, поэт. Я говорю, какой бы прекрасный Лермонтов, Лермонтов художник, он все равно для нас в первую очередь поэт. Хорошо. Давайте двигаться дальше. Если на Санкт-Петербурге, религия, почему нет? Да, писатель Лермонтов, я бы сказал. Не религия. Ну, возможно. Значит, присылайте нам предложение. Банк у нас есть и живет. Надеюсь, продлится. И мы все, или многое сделаем. Давайте дальше двинемся, чтобы в графике оставаться, или говорим неполековое слово. Для вопроса номер пять. Дальше уже вопросы будут еще шестой, еще не менее длинные, а потом совсем технические. Я коротко, но сначала. Дмитрий, включите, пожалуйста, наш сайт. Для тех, кто, может быть, впервые об этом услышит. Год назад мы создали базу данных копийных, и не только копийных выставок, но и наподлиннее, потому что получилось единое. Мы не стали разделять, потому что это передвижные выставки, которые в музее готовы, другим музеям предоставлены. Здесь механическая основа, и, возможно, приходит вариант. Страничка ассоциации находится на нашем сайте. Вот здесь. Как вам показывают, это главное. Чуть-чуть спускаемся вниз. И слева, вот у нашего этим. Иконка. И вот она, наша страничка. Ну и дальше, внизу, вниз. Цель ассоциации. Там кликабельные ссылочки. Перечислены все члены ассоциации, члены ассоциации, порядок членства. Убрано уже 16-й год прошлое, 17-й год. И ниже будут у нас выставочные проекты. Остановите, пожалуйста. Передвижные выставки. Смотрю в том, эти ПДФ. Единый глаз данных передвижных выставок. Вот можете открыть. Да. Там у нас сейчас 128 выставок. Последние два письма, кто мне досылал, мне поставить туда не успела. То есть их там будет уже более 130. От 26 музеев. Мы приглашаем всех остальных, пожалуйста, давать свои выставки. То есть эти выставки готовы. У кого-то фото-выставки на планшетах, уже которые можно переводить. У кого-то такие, которые можно распечатывать на месте, делать, наверное, как угодно. Но вы не подлинники в том числе тоже. Мы призываем вас пользоваться этой базой данных. Ну, нужно порядка полчаса, наверное, чтобы просмотреть все эти 130 выставок. Но они в голове очень хорошо укладываются. То есть ты понимаешь, кто чего предлагает. Сейчас я попыталась сделать вопрос результативный, чтобы понять, насколько активно мы этой базой пользуемся. Ну, на мой призыв подпикнулись там порядка 15 музеев всего, которые рассказали о том, кто какую выставку, из какого музея брал себе за вот этот год. Признались. Признались, да. Мы помолчали. Но я понимаю, что у всех заняты, у всех свои дела. Но, тем не менее, на 5 музеев ответили, что просто нет пущей день. Они бы рады. Кто-то рассматривает возможность пригласить к себе какие-то выставки на будущий год. И вот 10 музеев сказали о том, что уже чем-то воспользовались. Причем некоторые неоднократно. У нас первый педаг «Белгородский государственный литературный музей», «Белгородский центр». Потому что, опять же, есть площади, есть желание, активность. Все прекрасно. Узей Горьково-Нижегородский. Кто-то уже берет что-то. Ну и ряд других. Пользуйтесь на здоровье. Владимир Владимирович, спасибо. Но я что-то хочу сказать. Буквально одну фразу, коллеги. Ну вот не в обиду нашему министерству и региональному министерству. Мы сегодня прекрасно, наверное, руководят. Но мы тут на совершенно иной уровень взаимодействия выходим. Потому что мы все отчитываемся о наших выставочных проектах. Опять же, мы сторонние. Я министерство. Вы министерство. И где-то это сходится. И никто ничего не знает друг о друге. То есть нет такого места, где мы могли бы просто посмотреть, кто что делает. Это уже очень хорошо. Я, например, постоянно листаю. И, кроме того, это готовые выставки, которые можно воспользоваться. То есть вот это тот самый семьевой эффект нашей организации, которая вот так простыми методами, ну, составляет нас лучше. Чувствовать друг друга. Знать, что мы делаем. Да еще и создавать новые проекты. Так что, спасибо. Читайте. Мы увидели это в самых красивых картинках. Да, кстати, юбилейные выставки там имеются. Там база данных событий. Там все, что я сказал в начале. Там все есть. В общем, спасибо. Владимир, это краткая информация. Теперь, конечно, мы про следующем вопросе. Номер 6 нам рассказать. Это про рабочие группы. Если можно, 6 и 9. Да, 6 и 9. Мы так и говорили, да. Я буду краток, переговоры дорогие. Значит, дорогие коллеги, не секрет, что мы сформировали некие рабочие группы, которые, деятельность которых связана с тем наполнением содержательным заседания ассоциации. Мы, точнее, правление. Мы только фиксировали это вчера. Правление сократило тематику этих рабочих групп до первых пяти обозначенных программами. Смотрите, пожалуйста, коллеги. Вот программки, видите, там разверните страничку, где программа нашего нынешнего заседания. Я могу перечислить. Там шестой пункт. И вот мы сильно сокращаем количество рабочих групп. Это работа с посетителями. Эдон менеджмент. Образовательная программа. То, чего в какой-то степени мы хотим в эти дни это музей индуризм. Это научно-исследовательское издательское деятельность. Это экспозиционно-выставочная работа. И новые технологии экспозиционно-выставочной деятельности. Современное музейное оборудование. Поскольку Дмитрий Петрович обозначил уже, что на интермузее 2018 мы планируем, очень бы хотели действительно заседание превратить в пленарное заседание конференции, скорее всего, литературный музей в истории и культуре России. Соответственно, вы понимаете, что на первый план опять встает научно-исследовательская работа и руководители группы Галины Игоревна Орловой, ваш моторный слуга. Но у нас остаются вопросы... Там возражения есть? Орловая. Это да. Ну, мы, по счастью, или нет, мы, к сожалению, в разных областях географических существ. И нужно нам очень хорошо подумать о том, что будет далее интермузея 2018. Нам известна опять-таки география мест наших встреч и практически времена известны. Это конец июля 2018 года, где пройдет семинар директоров литературных музеев. Это уже девятый вопрос как раз, да? Я стараюсь объединить. Это Нижний Новгород, принимающая сторона литературных музеев имени Максима Горикова. Как костяк программы с директором музея Ларисой Юрьевной, наверное, уже сформирован. Чуть позже мы разошли эти материалы. Но вот, скорее всего, судя по тому, что сейчас получается на первое место, выходит тема музейного туризма. Потому что будет представлен новый проект и музея Горикова, и некоторых других музеев. Так что подключайтесь и руководители, я напомню, что руководители группы, это Юлия Константиновна Володина и Елена Николаевна Левина, тоже руководители группы. Мы ждем конкретных предложений и работы. И фо, который, скорее всего, пройдет... Понятно, что он связан с юбилеем Ивана Сергеевича Тургенева, и понятно, что это Орловщина. И где-то рядом с юбилеем, но не 9 ноября он должен состояться. И сейчас решается вопрос, это будет сентябрь или это будет все-таки середина, может быть, ноября. Потому что если в декабре у нас форум Питерский... Вы говорили о начале и октября, но решили. А, ну и октября, да. То в любом случае место понятно. Но остается вопрос, опять-таки, либо это экспозиционная выставочная деятельность, новые технологии. Это не значит, что музеи, сами музеи это представляют. Музеи могут дать наводки и представить какие-то проекты реализованные. Понятно, что это не всегда музейными силами делается, привлекаются какие-то фирмы и так далее. Но, во всяком случае, вот эти 5 вопросов. Первые, они действительно актуальны, важны. И у нас есть всегда, что показать. И какие-то хорошие примеры. И, может быть, и не очень хорошие примеры тоже показать, обсудить. Потому что ассоциация, на мой взгляд, как раз решает. И эти вопросы должны решать, и эти вопросы обсуждать. И, делясь опытом, приходить к какой-то истине, в конце концов. Да. Ну, вот, простите за суббор, но как-то так. Спасибо, Александр Ильич. Ну, вот я добавлю к этому, что мы тоже думаем дальше. Думаем о более отдаленной перспективе уже. И, вот, есть идея в 2019 году, то есть, на обсуждение. Вот, просто начать думать о том, чтобы семинар директоров провести с ориентацией на все-таки кое-какую дату, связывая с Александром Сергеевичем Пушкиным. Ну, что это значит, кое-какую? Ну, 220 – это не 300 лет, конечно, но все-таки так и серьезно. Да, 220. Ну, кое-какая, значит, не совсем круглая. Вот. Ну, точнее, не обиженность. Все, что связано с Пушкиным, на рассвязано. Одним словом, семинар директоров ориентируется. В то время, как Гоголь писал, через те самые 200 лет, когда он придет к нам, вот как раз 20 лет это и есть тот самый. Так что еще неизвестно, что может произойти в 2019 году. Это точно. Не будем это обсуждать. Так что Пушкину, Пушкину. Пушкину, Пушкину. Стало видно далеко во все концы света, как сказал Николай Васильевич. Гоголь в финале повести «Страшное месть». Ну, вот. Что же касается форума, то мы думаем, что опять все возможны в Ясным Поляном, потому что мы думаем про международное сотрудничество. Ну, у нас такой группы нет, потому что международное есть и выставочное, и научное, и другое. Но мы думаем о том, что пора наши сетевые функции реализовать более национально. А именно, вот недавно была встреча с сотрудниками культурного института Франции, с которым мы сотрудничаем давно. И у них тоже есть ассоциации домов, как и в Италии, мы знаем прекрасно по нашим заседаниям комитета литературных музеев и кома международного. И вот нам был задан вопрос, а как вы сразу познакомиться с многими русскими литературными музеями? Спросили нас люди из музея Шурсан, Виктория Бекова, Бальцака и так далее. Ну, как, конечно, через ассоциацию. Это наиболее короткий путь. И поэтому мы осторожно думаем, что через два года, дай Бог, Ясным Поляном, приедем и пригласим в Италии в Францию. Точно, а может быть еще кого-то, там и год французский близко. По-моему, тут будет интересно, когда две ассоциации сольются, и все найдут своих партнеров, те, кто их еще не имеет. Ну вот, и просто я бы хотел еще раз, чтобы мы поняли тот алгоритм, который мы задали. Да, вот у нас есть три мероприятия в год, и есть, теперь у нас осталось пять рабочих групп. Да, и каждому мероприятию мы даем некую доминанту, некую доминанту общей темы, общей темы. Сегодня они у нас тоже есть, и завтра мы обратимся к теме, которую нам придут наши уважаемые коллеги из Еревана, из Матарандарана. Вот так и будем работать в будущем, уважаемые коллеги. И у нас остался один вопрос, глубоко информационный. И Анастасия Сергеевна, оценка на следующий отдел племенологии. Я прошу, если бы хотел сказать. Привет. Здравствуйте. А можно на сайт подвижения спуститься в самый низ? Мы остаемся на этой же странице, у нас есть интерактивный музей дайджест. Все, наверное, о нем помнят. Это рассылка, которая осуществляется периодически раз в месяц. Как сказал Дмитрий Петрович, как раз это недавно, после небольшого перерыва, она возгновилась. И вот все это должны были получить за ноябрь, буквально недавно, соответствующую рассылку. На сайте ее можно найти в разделе дайджест, на странице ассоциаций, перейти по ссылочке, где написано, что дайджест доступен на сайте Государственного литературного музея. Давайте перейдем. И мы попадаем в такой архив, уже сформировавшийся дайджест за последние даже три года. То есть еще год создания ассоциаций, в общем-то. И вот за семнадцатый год, последний дайджест, 1-30 ноября, можно его тоже открыть. Это вот первая ссылочка, если можно. 1-30 ноября. И здесь он представлен в таком виде. В рассылке, которая получается по электронной почте, он выглядит немножко иначе. Он состоит, в принципе, из четырех основных разделов. Это Ассоциации литературных музеев, Новости музейной жизни, Мюзеум ПРО и Государственного литературного музея в средствах массовой информации. Мы активно призываем всех членов ассоциации, может быть, у всех есть у вас пиар-отделы, чтобы ваши сотрудники регулярно, хотя бы раз в месяц, присылали нам на почту, в которой указаны в рассылке и на сайте, новости какие-то из вашей жизни. Может быть, анонсирование каких-то событий важных, в том числе конференций, проектов, чего угодно. То есть, несмотря на то, что все находятся в разных регионах, но, может быть, кому-то это интересно и кто-то захочет принять участие, узнать об этом подробнее, приехать и так далее. Мы обязательно будем эти все новости публиковать и на сайте, и в рассылке. То есть, это такая живая вещь, которая может действительно помогать нам, прежде всего, узнавать друг о друге, а также нашим всем посетителям, которые тоже получают этот дайджест, узнавать о ваших музеях, планировать поездки, что угодно. Вот. Спасибо. По франции Сергеевна, я только готов скорректировать формировку что угодно. Ну, покрупнее, простите. Покрупнее, да. Ну, неправильно было. То есть, в каждом музее там славно сто своих новостей. Ну, как что-то главное. Так, чтобы у нас было общее повестство. Ну, как в международном деле говорят, повестка дня. Европейская будет повестка дня литературных музеев. Какие-то крупные события, ну, которые всем интересны. Давайте будем узнавать о друге больше. Это важно. И мы еще забыли, простите, седьмой пункт, он важный, но короткий. По перспективам конкурсной программе музейных проектов под экидой ассоциации. Это так называемый наш экран. Он идет трудно, но он очень важен. Вот мы сегодня слушали, например, замечательные проекты, вызывали дискуссии, интерес. Но очень важно, чтобы в том числе мы когда-нибудь, и надеясь, что это будет, заслушивали результаты реализации проектов, под которыми мы сами подписались. Вы помните идею грантовой программы, что все, как говорится, во дворе скинулись. Да, и вот создали конкурс группы индивидуальных заявителей из разных музеев наших, еще и входят руководители тех же музеев, да, все по-честному, ну, и победитель получает всего. Но мы сталкивались, как вы помните, в Ульяновске с тем, что требования финансовой дисциплины не очень простые. Даже такую небольшую сумму, как 100 тысяч или 50 тысяч вне бюджета, нелегко перечислить. Не только потому, что их может не быть, дело добровольное, но если даже они есть, то это довольно трудно провести по всем правилам финансовым. И, кроме того, потом трудно оправдать переадресацию какому-то музею. Много вариантов мы рассматривали. Действия через какую-то организацию, да, через фонд мы хотели действовать, который существует при музее Венчарова в Ульяновске. Это был первый вариант. Потом было совещание в Москве, где мы рассматривали еще два других варианта. А тут был вариант, который мы предполагали, я очень кратко говорю, мы обсуждали это неделями. Вы знаете, что это будет неделько. Вариант отбавший состоял в том, что каждый своему учредителю должен написать письмо и заручить разрешение, стать учредителем конкурса. Это не реально. Ширная, это громоздкая. И мы пришли вот к чему. Что это должен быть конкурс в рамках союза музеев. Скоро мы при нем. Это трудоюбка, но зато абсолютно понятно. Но это юридически еще... Но это тоже было одобрено на президиуме союза музеев. Причем вот мы с Евгением Тольчим, Галиной Игоревной, кто еще там присутствовал, рапортуем. Да, я не Чтенский президиум, мы специально приехали по страну с этим. Там это было одобрено. И вот с той поры с конца лета идет работа над проработкой механизма. Потому что, как скоро это край союза музея, то их сотрудники, бухгалтера, например, бухгалтеры, должны придумать алгоритм, как это довести. Естественно, какую-то сумму взять себе небольшую. Иначе не в порядке заразов, а просто по положению так полагается. То есть они будут не какая-то сторонняя организация, а союз музеев будет делать. И мы сейчас готовим документы для того, чтобы было принято решение уже в общем собрать от союза музеев. От союза музеев. От союза музеев. И это важно, потому что и в союзе музеев мы произвели некое движение позитивное. Были сомнения в декабре, когда мы в Гатчине на конце это было. Впервые это вынесли на повестку дня. Многие там были. Но не раскалывает, не дай Бог, ли это союз музеев. Но вот оно что-то. К этому все, слава Богу, привыкли к этому. Наша ассоциация относится к само собой разумеющимся. К союзе музеев России. И я думаю, Дмитрий Катерьевич, давай возьмем обязательства вот так. Сейчас союз музеев России еще годно проводит два общих собрания. На том собрании, которое прошло в ноябре. Рассматривать этот вопрос. Оно было перевыборно. Оно было перевыборно. И поэтому было не так просто. В общем, не та повестка дня. Но майское или июньское собрание, которое должно пройти в рамках музея. Вот к этому времени, я думаю, мы все эти узелочки должны будем разрубить. и, так сказать, выводить уже тот самый результат, который был. Чтобы счет обужден. Ну, это даст новый импульс, потому что я напоминаю, что если коллективы каких-то молодых задорных, не обязательно молодых, может быть задорных, но и совсем молодых, не важно, коллег появятся, то даже те, кто не выиграют вот этот общий ассоционный грант, могут быть поддержаны потом в своих музеях. Потому что мы увидим их в презентации. Ну, то есть это будет, по-моему, новый импульс. В нашей работе. Но пока это трудно идет. Потому что связано с финансами, которых у нас нет. Мы не ее лицо. Коллеги, и еще. Я так понимаю, что мы завершаем нашу работу. Очень конкретные предложения, которые я сам постараюсь с реализователем, могут попросить тем, чтобы ваши операторы ваших сайтов включили наш логотип Ассоциации литературы музеев России и со ссылкой как раз с адресом той самой ссылки, о которой только что шла речь. Я думаю, это будет чрезвычайно важно, во-первых, для поисковой системы, для наших коллег, и для тех, кто друг для друга, и для тех пользователей, которые посещают наши сайты ежедневно. Сейчас это стало совершенно уже естественной привычкой для наших посетителей. Поэтому тоже не заводя это в какую-то обязательную форму. Но мне кажется, это во всех отношениях будет очень правильно, здорово и интересно. Я не знаю, нужно ли просить вас, чтобы вы нам, так сказать... Пожалуйста, в любом моменте. Да, но в любом это возможно, так сказать, сделайте, я думаю, как же можно... Пишите, имя Владимир, имя Владимир, имя Владимир, имя Владимир, это правильно. У нас еще есть такой специальный пункт в коллеге Игорьме Орловой, мы представляем слово. А пока основная программа наша вещает. Похвалите, давайте похвалим друг друга. Почему я phenomenal вами? Почему years ago, я longtemps aujourd'hui мне это совмещение? И если я все время проясу, давай получаем углевание в другом планте. Да, и��다 нет, его решили. Если я думаю прогнать вам nicот regardless. Продолжение следует...